Если у вас будет 10 страниц и на каждую вы хотите выделить по 100 долларов, ваш суммарный бюджет составит 1000 долларов. Простая арифметика. Но если же вы на этот же бюджет выберете 5 страниц, то бюджет на каждую страницу удвоится. Это видео про выбор приоритетов. И сегодня мы продолжаем наш цикл продвижения сайта, как выбирать приоритеты для SEO. И действительно, как на примере, который показал я сейчас, помимо выбора уменьшения количества страниц, существует ряд действий, которые однозначно полезны в любом случае и на них следует адаптировать свои приоритеты. Меня зовут Николай Шмачков, это канал SEO Quick. И сегодня мы расскажем про приоритеты продвижения в SEO для вашего сайта. Конечно же, чаще всего вы либо владелец сайта, либо маркетолог, у которого ограничены ресурсы. И один из ресурсов, конечно же, это время. И ваша цель – максимизировать каждый из каналов вашего бизнеса. Один из них – это SEO. И действительно, как мы говорили много раз, SEO дает самые дешевые лиды, но требует самого максимального вовлечения и действительно больших энергозатрат на большую единицу времени. Но любому маркетологу нужно знать слабые места, те, где действительно нужно сконцентрировать усилия по приоритетам. И эти приоритеты достаточно простые. В первую очередь мы перечислим первый приоритет. Это, конечно же, проверьте, индексируется ли ваш сайт. В первую очередь надо посмотреть, индексируется ли ваш сайт. Конечно же, оптимальнее всего проверять индексацию на сервисах, собственно, Google Search Console и Index Webmaster. По Search Console у нас проходил недавно вебинар. Советую посмотреть его, где мы с Иваном Полем разбирали весь функционал Google Webmaster. И, конечно же, первое, что проверить нужно по вашему сайту, индексируется ли ваш контент и нет ли никаких ошибок. Для этого не нужно делать специальный технический аудит. Вы можете попросту зайти и посмотреть странички, которые индексируются. Где у вас есть ошибки, где у вас все хорошо, а где какие-то странички исключены. И действительно можно проверить, какие странички у вас закрыты от индекса. Например, можно увидеть, какая страничка закрыта от индекса, какие странички у нас безошибочны и какие у нас исключены. И можно изучить список этих страниц, понять, нет ли у нас проблем с индексацией, например, какие у нас странички с переадресацией и тому подобное. Это же можно проверить на всех ваших сайтах, выписать список ошибок, где у вас проблемы с индексацией. аналогично по поводу яндекса вы можете в яндексе посмотреть индексируется ли ваш сайт и конечно же проверить все ли у вас как говорится хорошо мы зайдем сейчас на один из сайтов и посмотрим как у него дела с индексацией и посмотрим на примере этого ресурса и конечно же мы можем зайти в индексирование на статистику обхода и посмотреть нет ли у нас никаких проблем с индексацией и вот мы видим странички которые заходят в индекс их всех видно здесь можно выловить странички у которых есть биты и которые находятся то есть допустим вот находит битые страницы это тоже нужно выявлять либо страницы которые не попали в индекс точно также можно проверить какие страницы находятся на данный момент в поиске на самом деле функционалы webmastero позволяет выловить где у вас какие ошибки с индексацией какие страницы попадают в индекс как давно они проиндексированы какая скорость обхода собственно по вашему ресурсу и проверить эти данные также можно проверить работоспособность карты сайта работает она без ошибок или с ошибками и правильно ли она индексируется как вы видите в целом индексация это то что первое что нужно проверить и ключевой проблемой возможно продвижение вашего сайта это может быть проблемы с индексацией вы можете взять любую ссылочку которая у вас есть допустим вот и колесо мы сейчас зайдем например этот сайт и проверить индексируется она в гугле или нет например ваша цель проверить шиномонтаж для автопарков мы берем эту услугу вбиваем и проверяем индексируется она или нет и нет ли с ней никаких ошибок вот мы смотрим покрытие как она найдена какие страницы не ссылаются удобно ли она для мобильных и тому подобное то есть для этих целей приоритет проверить индексацию ваших ключевых страниц это номер один для вашего продвижения второй момент о котором говорил анатолий в нашей статье ссылочку на которую я оставлю в описании очень важно сфокусироваться на нужных как говорится страницах с которыми вы будете работать ваша цель выбрать те страницы которые вы будете продвигать какие вы страницы планируете двигать то есть не нужно гнаться за всеми зайцами то есть нужно выбрать сфокусироваться на нескольких направлениях и уделить им максимальное внимание поэтому сфокусируйтесь на нужных направлениях выберите те разделы сайта которые вы будете продвигать и займитесь так называемым анализом семантики в этих группах на примере сейчас нескольких сайтов я покажу как это выглядит иногда у вас может быть огромный сайт с огромным количеством страниц и вы не знаете чему уделять внимание поэтому конечно же когда вы анализируете семантику вы должны уметь анализировать определенные метрики это конечно же конкуренция конкуренцию считать действительно сложно один из методов я покажу сейчас на экране например я решил проработать группу ремонт кондиционеров но мне интересно в каких городах я буду это развивать допустим я хочу выбрать конкретные города я для удобства посчитал какое количество документов в поисковой системе какое идет вхождение в заголовки какое количество главных страниц встречается а также какая частота в этих регионах также я могу для удобства встретить если контекстная реклама ну контекстная реклама встречается реально везде поэтому мы этот пункт не будем даже рассматривать и конечно же что мы видим если мы конечно же отсортируем по частоте то конечно мы видим киев как самый конечно же вкусный регион но кое-что подсказывает что с киевом не так все просто. И он довольно-таки высококонкурентный. Поэтому я использую определенные формулы, которыми я рассчитываю те или иные страницы и, как говорится, вычисляю, буду я работать с этими страничками или нет. И, конечно же, у меня есть моя формула расчета кей, по которой я высчитываю страницы, у которых минимальная конкуренция, но вполне себе вкусный трафик. То есть, где частота регионов представляет собой какой-то коммерческий интерес. И, конечно же, что я вижу, я, например, вижу ремонт компрессора кондиционера, страничка, в которой всего лишь один документ выдачи и можно за нее зацепиться. Конкуренция минимальна. Чистка кондиционера в Николаеве, тоже неплохая страничка, здесь тоже можно зацепиться, поработать. Район Позняки, то есть проработать районы Киева, не конкретно сам Киев, а конкретные районы. Тоже можно увидеть, что у этой странички есть трафик. Но можно также заметить, что чистка кондиционера в Днепре имеет тоже средние показатели конкуренции. И над ней тоже можно поработать. Как вы видите, Киев находится гораздо ниже. Почему? Потому что конкуренция там очень высокая и добиться хороших показателей становится все труднее и труднее. Эти формулы достаточно простые, я про них рассказывал в телеграм-группе, так что подписывайтесь на нашу телеграм-группу. Там часто мелькают классные фишки, которые в SEO-шнике, конечно же, пользуются. Поэтому выбор приоритетов должен строиться не просто на «я хочу», а вы должны уметь объективно оценить реальность. Какая конкуренция под тем или иным запросом и действительно стоит ли с ними работать. Если же мы возьмем, допустим, все эти ключевые слова и попробуем сейчас зайти в удаленный наш Ahrefs и в Ahrefs посмотреть, то для этих целей в Ahrefs мы можем померить через анализ ключевых слов, измерить конкуренцию. То есть есть два способа. Мой способ, который я показал, и второй – воспользоваться платным сервисом. И, конечно же, платным сервисом здесь является сам по себе Ahrefs. И сейчас мы заходим в Explorer ключевых слов и в нем добавляем наши ключевые слова. Очень важно здесь выбирать регион. Вот, Ukraine. Выбираем Украину и анализируем результат. Прелесть этого метода – здесь он сам говорит, где какая, как говорится, конкуренция. Что мы видим? Запорожье он выделил, интересно, с конкуренциями. Днепр, Харьков. Еще, ну, собственно, ремонт Днепр. И на этом, собственно, он, видите, его подсчет конкуренции вроде бы кажется таким адекватным, но не совсем. Здесь он не знает. Он не знает ни трафик, не знает ничего. Минус этого сервиса заключается в том, что базы данных там не так регулярно обновляются. И какие-то мелкие региональные слова он попросту не знает. В то же время мой метод, который я показал, позволяет проанализировать семантику с нуля. То есть вы просто видите с нуля всю картину. И вы можете так снять метрики по всем группам, измерить результат и сказать, ага, в этих регионах я буду продвигаться. И именно здесь будут мои приоритеты. Я быстрее продвинусь, потому что здесь требуется меньше усилий. Именно за счет этого и строится правильный выбор приоритетов. На вашем месте это может быть любая ваша семантика, у которой вы измерили конкуренцию. Конкуренция измеряется в количестве результатов, в количестве топ-страниц, которые уже встречаются с вхождениями в этот заголовок. Я говорил в прошлом видео, что вхождение является ключевым, об этом нужно понимать. И, конечно же, вы должны учитывать трафик этого запроса и наличие коммерческой выгоды из этого запроса. Что можно с этого запроса? Вы можете заработать. То есть, само собой, не все запросы вам могут быть выгодны. Это не значит, что SEOшнику надо, ой, смотрите, есть услуга, там, не знаю, ремонт утюгов. Давайте я буду ее продвигать. А вы на этих утюгах не зарабатываете. Поэтому логично, что вы должны ставить свои задачи, свои цели, а SEOшник должен искать, какая из них дешевле и быстрее достигается. Именно вот так и должна строиться диалог по выбору приоритетов. Вы не должны слепо доверять одной стороне или другой стороне. SEOшник сам говорит, где можно, где не можно, а где нужно поработать, но она стоит дешевле, чем другая услуга. Поэтому да, выбор приоритетов – это диалог между владельцем бизнеса и маркетологом, который занимается SEO. Следующий шаг, который вам нужно делать, это собирать обширное семантическое ядро. Да, выбрав какой-то один кластер, вы должны по нему собирать действительно все подсказки, которые гуглят пользователи. Здесь действительно в ход идет все, все инструменты, которые вам могут помочь. Это и, собственно, Google AdWords, это и какие-то сервисы по генерации подсказок, и сервисы для парсинга. Советую посмотреть вебинары Шакина по парсингу, там, где генерируются всевозможные варианты ключевых слов. По всем ним собираются метрики, отсеивается мусор и оставляется семантика. И вы получаете семантику, с которой вам нужно работать. На примере сейчас газовых колонок я показываю, собственно, страницы, которые были найдены. И здесь вы можете увидеть, что действительно страниц огромное количество. Есть с чем работать, есть на что посмотреть. И потом, что вам нужно будет сделать, разбить их по потенциальным страницам. То есть, и, соответственно, у вас могут вылезти всевозможные разные запросы, с которыми вы будете работать. То есть, и, соответственно, эти запросы, возможно, будут отдельными страницами. Либо какие-то вы сможете объединить в одну страницу. Вот для этого уже вы измеряете наличие конкуренции по тем или иным ключевым словам. И смотрите, на что можно посмотреть. Собственно, по каким регионам там разбиваете, по, собственно, по брендам, если вам нужно, это, допустим, по ремонту, и, собственно, по городам. Методы разбивки уже строите по логике и по интенту. Ваша цель изучать интент – это так называемую поисковую выдачу. Вы можете по каждому запросу смотреть ареальную поисковую выдачу. Что происходит с этим запросом? Какие страницы вы видите? И, соответственно, изучать их. Точно так же, это же касается любых других запросов. Это все можно делать, собирать разными методами. Это я делаю, в частности, в кей-коллекторе. Точно так же вы можете измерить у каждого ключевого слова динамику его по, как говорится, по поисковой динамике. То есть, какая у него частота. Допустим, вот мы возьмем сейчас запчасти для газовых колонок. Здесь можно увидеть сезонность по годам. То есть, какая сезонность у того или иного ключевого запроса. И вот вы видите динамику частоты по каждому запросу. Это очень удобно. Можно смотреть, какую услугу, как часто ищут. Собственно, вы можете даже прогнозировать сезонность просто для определенных ключевых слов. Это действительно очень удобно, потому что часто приходится проводить соответствующие анализы. Вы не можете понимать сезонность. Поэтому в этом плане различные сервисы прекрасно помогают. Поэтому, допустим, мы возьмем сейчас, например, страничку установки кондиционера. Можно увидеть, по каким, собственно, запросам эта страничка наиболее популярна. То есть, если мы возьмем сейчас, допустим, установка кондиционера Киев. Вы видите, что пик на установку кондиционера приходится как раз на июнь. А потом начнется обратно уже полный спад. И уже люди не будут интересоваться. Монтаж кондиционера точно так же приходится на июнь. Если посмотреть какую-то другую услугу, например, уже не кондиционер, давайте зайдем в какую-то другую рубрику, грязь в стиральной машине, хотя это такая тематика, здесь немного будет ключей, но все же выберем какую-то подшипник для стиральной машины Samsung. Вы увидите, что его в целом ищут одинаково, то есть без какой-то динамики. Но, допустим, если мы возьмем ремонт кофемашин, мы увидим, что кофемашины в целом чинят так более-менее равномерно, ближе к Новому году. Это довольно-таки интересно, потому что... А вот ремонт телевизора... Вот, может оказаться, что телевизоры чаще ломаются, видите, в сентябре. То есть, потом ближе к Новому году телевизоры никто не чинит. То есть, на самом деле, анализ конкуренции, анализ то, когда вы с какими группами будете работать, действительно делается математически, это не делается наобу. Поэтому, когда вы кластеризуете семантику, выбираете ее, вы должны распределить и понять по конкуренции. Собственно, когда вы работаете с любым запросом, вы должны также понимать его выдачу. Например, по запросу, как работает кофеварка, понятно, что надо изучать поисковую выдачу. По этому запросу однозначно идут у нас статьи. Например, вот как вот эта статья, которую мы сейчас посмотрим, даже в которую я не могу попасть, скорее всего, из-за того, что у меня включен VPN. Да. Вот. Или, допустим, там устройство кофемашины, например, на вот эту страничку. Вот мы, собственно, попадаем на страничку устройства кофемашины, которая, собственно, находится в топе на данный момент. Интент решает все. Поэтому вы должны понимать, что собранные группы однозначно нужны под тот или иной интент. Если интентом является статья, напишите хорошую качественную статью. Если интентом является коммерческая страница, соответственно, делайте коммерческую страницу. Пользователи, как говорится, когда ищут любые запросы, они изучают выдачу. Поэтому, вот если интересует ремонт сервис кофемашины DeLong, где, например, этот запрос, это страничка услуги. И блок здесь не нужно писать. Нужно писать хорошую страничку услуги, где люди могут оформить заявку на ремонт. На этом, собственно, этот момент. Вы должны понимать, что вы должны разбить запросы по группам, разбить их по интенту, и под каждый блок ключевых запросов создавать нужную страницу. Собрали запросы, распределили их по интенту. И следующее, что вам нужно сделать, это, конечно же, составить контент-план. Вы должны понять, какие страницы у вас уже есть. Какие страницы у вас еще не созданы. И распределить созданную семантику на две большие группы. Собственно, где у вас контент уже существует или задуман, и где контент у вас отсутствует. Рассмотрим первое, где у вас контент существует. Вы должны сопоставить выдачу, которую вы собрали, с контентом, который у вас есть, и провести полстраничный анализ. Это первый, собственно, момент приоритета работы. И здесь вы сравниваете конкретно, чем ваша страница уступает странице конкурента. И я часто провожу лаборатории, собственно, в нашей лаборатории SEO Quick, провожу анализы страниц и часто сравниваю с конкурентами те или иные страницы и говорю, в чем они плохи, что в них реализовано не так. На самом деле, маркетологу это делается очень быстро. Я на лаборатории SEO Quick, которая проходит по нашим пятницам, трачу на сайте где-то 10-15 минут на то, чтобы выловить ключевые баги. Маркетолог, сравнив 2-3 странички, в принципе, за это же время напишет аналогичный отчет. Сравнив, чем ваша страница хуже страницы конкурента. Напишет, что с ней нужно сделать, как ее переработать и что нужно сделать вашему дизайнеру, вашему программисту, вашему копирайтеру, который будет переписывать текст. Слово копирайтер некрасивое, лучше называть автор. Тому, кто будет перерабатывать контент на странице. И, собственно, на сравнительном анализе можно сопоставить уже задачи, как адаптировать основные ваши страницы. И, да, начать хотя бы с них. Вы не возьмете все страницы сайта. У вас попросту не хватит на это времени и денег. Начните с части страниц и попробуйте это сделать. Только так, по-другому никак. Поэтому сопоставьте страницы, те, которые вы выбрали по контент-плану, которые видны по этому запросу, по этому сравнительному анализу. Следующим приоритетом, после того, как вы разобрали, что вы будете переделать, задокументируйте результаты. Посмотрите ваши страницы, по которым вы недополучаете трафик и какой трафик они могут получать через полгода. Возьмите трафик, который вы увидели и умножьте, допустим, на 20%. Это тот трафик, который вы должны получать. Отнимите тот трафик, который реально получает эта страница и оцените недополученный трафик. По-другому я не могу придумать метод, но мне этот метод подсказал Иван Полин на прошлом вебинаре. И вы можете сопоставить, сколько трафика вы недополучаете. Подумайте, сколько времени нужно для достижения целей и представьте хотя бы из этой суммы, сколько трафика вы можете получить. Возьмите от этой суммы, которая получилась, еще 20% и хотя бы поставьте себе на полгода достичь этих целей. Поэтому документация результатов, что вы хотите получить за какой-то период времени, допустим, прокачав этот раздел, вы должны этот момент зафиксировать. И зафиксировать, потому что вы вряд ли получите больше трафика, чем возможно по этим страницам. Но рассчитать это несложно. Следующим приоритетом, который вы должны сделать, это, конечно же, настроить разовые такие работы по SEO. Это добавить ваш сайт в Google Webmaster, Яндекс.Вебмастер, добавить в ваш сайт счетчики, аналитики, метрики. Если у вас интернет-магазин, добавить его в сервисы Яндекса для интернет-магазинов, Яндекс.Маркет, создать фид, добавить в Яндекс.Бизнес. Если же мы работаем по другим странам, кроме России, то не забываем, пусть у нас же этого нет, не забываем, в принципе, для всех остальных стран мы добавляем Google Merchant для интернет-магазинов. Также мы не забываем про то, что нужно добавить карты с сайтом вебмастере, Яндекс и Google. Это очень важно, это ускорит нашу индексацию. И, допустим, для Яндекса нам нужно настроить турбо-странички для контентной части и для интернет-магазинов. Эти вещи разовые, их не нужно забывать, их нужно сделать. Не забываем также про Google Мой Бизнес и Яндекс.Справочник. Там нужно завести свои организации, вести, уделять им внимание. Я про это говорил в прошлом вебинаре, и об этом мы запишем отдельное видео. Так что не забудьте подписаться сейчас на канал, нажать на колокольчик и следить за уведомлениями, когда выходит у наших видео. Если же вы не любите следить за YouTube, то, конечно же, вы можете подписаться на наши e-mail или, например, на наш Telegram-канал, где мы высылаем уведомления о свежевышедшем контенте. После этого я рекомендую воспользоваться какими-то сервисами для отслеживания позиций. Есть множество разных сервисов. Есть сервисы сквозной аналитики, есть сервисы, которые просто отслеживают позиции без каких-либо заморочек. Есть, которые являются 1 плюс 2, то есть каким-то мощным сервисом. В любом случае, настройте отслеживание позиций. Вам нужно следить за своими позициями, за их динамикой и вовремя реагировать, когда какие-то слова проседают. По одной простой причине. Если вы не будете обращать на это внимание, то, скорее всего, вы как сегошник провалитесь. Поэтому пользуйтесь сервисами по отслеживанию позиций. Да, они стоят денег, за них нужно платить. Чаще всего мы просим клиентов оплачивать эти сервисы самостоятельно, предоставляя ему список слов, которые он планирует продвигать. Не нужно заливать туда все слова вашего сайта. Возьмите те слова, которые вы выбрали для продвижения, те самые приоритеты и работайте по ним. Еще такими важными приоритетными задачами, которые маркетолог, конечно же, должен сделать в первую очередь, это такие банальные вещи, как HTTP сертификат, мобильная версия сайта, скорость загрузки. Я не буду этому уделять внимания, но действительно это важные моменты, я не должен про них не сказать. И, конечно же, вы должны проверить свои мета-заголовки на всех страничках по одной простой причине. Ошибки в метаданных в отправленных страницах будут вам мешать продвигать даже ваш маленький узкий список страниц. Почему? Потому что это общесайтовые факторы, и если на вашем сайте встречаются ошибки такого рода, вы не сможете по-человечески продвинуть даже небольшую группу страничек, поэтому есть общесайтовые задачи, которые вам однозначно нужно сделать. Поэтому технический аудит, анализ метаданных вам нужно будет сделать. И также, конечно же, решить проблемы с индексацией. Теперь мы перейдем к задачам, которые нужно делать вам каждый месяц. В первую очередь у вас должен быть регулярный контент-план, который вы обновляете каждый месяц. И прописывайте темы, которые вам нужно будет прописать. Конечно же, вы можете составить план на год, на полгода, но вам всегда придется его корректировать. По одной простой причине. Вам нужно будет стараться писать по тем темам, где конкуренция ниже. А если она в этот момент уже оказалась занята, нет смысла писать статью, лучше писать что-то другое. Поэтому контент-план, который вы пишете, он должен удовлетворять двум вещам одновременно. В первую очередь, это он должен содержать в себе статьи, которые имеют низкую конкуренцию. А во-вторых, он должен содержать статьи, которые в данный момент пользуются спросами популярности. То есть, не нужно писать про что-то, что давным-давно уже вышло. Сейчас, если вы продаете детские игрушки, лучше написать лишний раз статью, возможно, про Simple Dimple, чем писать про YoYo. Почему? Потому что YoYo уже никому не интересно. А Simple Dimple будут гуглить. Поэтому очень важно балансировать между этими двумя моментами. Но если про эту тему уже слишком много исписано, нет смысла тратить на это время. Сосредоточьте внимание на другом контенте, даже если он очевидно, не кажется вам не очевидным. Мы по этому поводу писали большой ролик, называется, как создать контент-план за 5 минут. Называется, про метод тонкого контента. Советую его посмотреть. Следующим фактором, оцените ваши странички, которые занимают топ-3. Это довольно несложно сделать. Для этого можно зайти, собственно, в какой-нибудь Ahrefs Serpstat, взять на текущий срез, с вашей позиции, и отсортировать только те, которые приносят этот трафик. Выделите из этого списка ключевых слов страницы, которые генерируют расширенный сниппет. Возможно, у вас есть шанс попасть в расширенные сниппеты. И постарайтесь оптимизировать контент на этих страницах, так как у тех страниц, у которых расширенный сниппет есть. Возьмите, переработайте весь контент на всех страницах. Есть очень высокая вероятность, что Google выберет ваш расширенный сниппет в следующем, так как расширенные сниппеты периодически меняются и обновляются. Мы эту стратегию периодически проводим и рекомендуем каждому клиенту это делать. Перерабатывайте старый контент по очереди для того, чтобы попасть в расширенные сниппеты. Поэтому приоритет подбора контента, обновления контента под расширенные сниппеты, это то, что вы должны делать пунктом номер два в вашей ежемесячной стратегии. Следующим моментом является то, что маркетологу нужно обязательно уделять внимание времени проведению пользователя на сайте. После того, как вы внедрили любые изменения в контенте, вы должны отслеживать, дольше пользователь проводит время на сайте или меньше, покидает он чаще или нет, или взаимодействует с вашим контентом и с вашими формами. Здесь подойдут всевозможные тулы, что-то вроде Google Optimize, на которых проводятся эксперименты. Поэтому здесь уделяйте внимание этому тоже. Мы рекомендуем проводить обязательно эксперименты и документировать их, и, собственно, записывать результаты и внедрять их дальше. Почему? Потому что, если вы будете работать над большим пулом страниц, вам будет легче проводить все возможные анализы и срезы, чем вы будете анализировать весь сайт. Поэтому, когда вы что-то внедряете, внедряйте это и сразу замеряйте, улучшился показатель или ухудшился. Выберите те страницы, над которыми вы будете делать эксперимент и работаете с ними. Поэтому очень важно, действительно, здесь выбор приоритетов. Ну и, собственно, подытожим, что нужно делать в ежемесячной стратегии. Обратите внимание на контент, который находится практически на первой позиции. То есть, вторая, третья. Для них легко сравнить конкурентов, потому что можно скачать тех, которые находятся в топе, и, собственно, переработайте контент, для того, чтобы он был лучше, чем та страничка, которая находится выше. Здесь проще, потому что не так много страниц может оказаться, которые у вас топ-2, а у конкурентов топ-1. И за счет этого анализа вам проще будет видеть, потому что вы не потратите уйму времени на анализы, а потратите там час-два для того, чтобы выловить ключевые изменения, которые нужно внедрить на ресурсе. Второй момент, это, конечно же, что вам нужно следить, это, конечно, критические любые ошибки, которые вам будут говорить всевозможные тулы. При техническом анализе, периодическом, вы будете вылавливать любые критические ошибки, либо вебмастер вам будет сообщать о критических ошибках на e-mail. На них нужно реагировать очень быстро. Они являются приоритетом. Ну и, конечно же, создание нового контента тоже является приоритетом. Смотрите, где у конкурентов дыры, где у вас тоже дыры и этого контента нет. Создавайте его раньше, чем конкуренты. Именно за счет того, что, условно говоря, у конкурентов пробел в контенте и у вас пробел в контенте, тот, кто зашел первым, надолго закрепится, возможно, в органике. Им придется уже потом вас переранжировать, а не вам их. Ну и, собственно, ежедневными задачами, которые можно заниматься, это, конечно же, оптимизация контента. Следите за страничками, позиций которых со временем падают. Посмотрите, что с ними не так. По каким запросам они падают, если не падают по релевантным запросам. Посмотрите, кто поднялся наверх. Давно ли они обновляли свой контент? Что у них лучше? Посмотрите, что конкретно на вашей страничке хуже. Если это коммерческая страничка, посмотрите, почему ваша страничка съехала вниз. Именно за счет этого и проводится ежедневная работа по SEO. И уделите внимание, что конкретно на этих страничках переработать. Еще важной ошибкой является то, что на вашем сайте может храниться огромное количество бесполезного контента или так называемого мусорного контента. У вас могут быть страницы, которые давным-давно никогда не получали топ-1 трафика, вообще особо не представляют никакой ценности, либо созданы были с целью получения трафика. Чаще всего это касается статей, либо избыточных категорий, которые там наполнены мусорным текстом, либо вообще бессмысленные странички услуг. У интернет-магазинов эта ошибка встречается реже, чаще всего там системные ошибки, но такие штуки встречаются чаще всего у магазинов услуг, то есть сайтов услуг и информационных разделов любого ресурса. Когда создается контент, ради контента. В основном я видел это на бизнес-сайтах, сайтах, посвященных услугам, недвижимости и тому подобное. То есть, когда создаются странички, просто пустые, бессмысленно наполненные текстом. Такие странички лучше смело удалять, они бесполезны, лучше пересмотрите вашу контент-стратегию и подумайте, какие странички вам лучше сделать. Если страница не несет никакой пользы клиенту, от нее можно смело избавляться, либо перерабатывать ее. Если у вас нет сил на переработку, удаляйте эти страницы, они не приносят вам никакой пользы, оттянут только ваш сайт на бонус. Резюрюмируя мысль, которую мы говорили, помните, что сосредоточиться лучше на меньшем количестве страниц, и сайт пускай будет содержать меньшее количество страниц, но качественных, чем у вас будет три качественных страницы и сотни мусорных. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас на сайте не было никогда мусорных страниц. Сосредоточьтесь на этих приоритетах, уделите внимание тому, что вы будете продвигать, сделайте классный контент, чтобы им хотелось делиться. Но для этих целей, вот правильно мы говорили, что у вас ограниченный ресурс, поэтому структурируйте работу так, как мы рассказывали в этом видео. Поэтому, если вам понравился такой формат, обязательно не забудьте подписаться на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Я хочу перейти на формат более легких видео, в которых я доношу ключевую мысль, и надеюсь, я это сделал. Меня зовут Николай Шмачков, это SEO Quick. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok